МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. На донорской конференции в помощь Ливану удалось собрать почти 253 миллиона долларов. На конференцию, которая проходила по видеосвязи, глав государств и международных организаций пригласил президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МВФ Кристалина Георгиева, между тем, заявила, что Банк Ливана деньги не получит до аудита. Чтобы помощь не обернулась еще большими долгами для обычных ливанцев. Долг Ливана на сегодня составляет порядка 100 миллиардов долларов. Ущерб от взрыва ливанское правительство оценило в 15 миллиардов, передает Associated Press. Президент США Дональд Трамп объявил, что предпринял ряд шагов в обход Конгресса, чтобы поддержать экономику, сообщает РИА Новости. По его словам, он распорядился предоставить безработным дополнительные 400 долларов в неделю. «Я также объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год», добавил Трамп. «Около 98% американцев зарабатывают меньше этой суммы». «Если я буду переизбран в ноябре, я планирую сделать эти налоговые каникулы постоянными. Простить эти налоги», добавил Трамп. Полиция Гонконга арестовала медиамагната Джимми Лая по закону о защите национальной безопасности. По данным китайских СМИ, его арестовали за нарушение закона о национальной безопасности, сговор с иностранными державами и мошенничество. Задержан и один из его сыновей, сообщает РИА Новости. Национальная компания «Касмунайгаз» в первом полугодии 2020 года зафиксировала снижение объемов почти во всех сегментах производства. Особенно сильно пострадали переработка сырья и выпуск нефтепродуктов. КМГ был вынужден снизить объемы переработки нефти и выпуска нефтепродуктов, чтобы избежать затоваривания заводских складов, сообщает Курсив КЗ. Крупные мировые частные нефтяные компании, работающие в Казахстане, такие как Chevron, ExxonMobil и Shell, объявили о многомиллиардных убытках. В результате падения спроса на энергоресурсы в первом полугодии доходы нефтяных компаний значительно уменьшились. Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса. На три турецких курорта – Анталию, Даламан и Бодрум – отправятся рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первый самолет уже вылетел из Москвы в Анталию. Загрузка рейса на вечер 9 августа была полной. Проданы все билеты на места экономического и бизнес-классов. С 1 августа начались полеты в Анкару и Стамбул. С учетом новых условий все авиакомпании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус. Кроме того, перевозчики должны убрать из карманов впереди стоящих кресел журналы и другие печатные материалы. Туроператоры рассчитывают, что благодаря хорошей погоде пляжный сезон в Турции продлится до ноября. Путевки в Турцию сейчас пользуются в России хорошим спросом. Есть бронирование и на осень. Ученые из Германии и Великобритании создали первый в мире материал, который невозможно разрезать. Он получил название протей. На материал не действуют дрели, болгарки и даже водоструйные резаки высокого давления. При попытке его разрезать происходят вибрации, которые притупляют любые режущие инструменты. Как отметили создатели протея, низкая плотость позволяет использовать его в изготовлении замков или легкой брони. Сейчас патент находится на рассмотрении, а исследовательская группа ищет партнеров для производителей, чтобы вывести протей на рынок, сообщает телеканал «Россия-24». Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Деловые новости» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова